Маша, бывает, что есть драйв на съемках, вот люди снимаются, им кажется, что отличное кино, а потом кино получается не очень. Вы можете припомнить из съемок самое классное настроение, когда какая-то была работа или такого нет в фильме? Вы знаете, вспоминаешь потом с радостью, а в сам процесс это очень тяжело, потому что 12 часов на 25-градусном морозе в летней одежде, в маленьких, которые на 3 размера малы, радости мало на французском языке. А хорошо, а зачем вы тогда вообще пошли в актрисы? Вы же прекрасно знали, будучи в такой семье. А я вам расскажу. Да, расскажите. Я училась очень плохо в школе, естественно, я не предполагала, что я могу быть актрисой. Я перебью по всем предметам? Не по всем, у меня просто была очень плохая школа. Да, и меня, в общем, не любили. Не любили учителя? Да, но я полный, там козы брянские. Я перешла в другую, там был уже в последних классах, я училась в другой школе, там же было все классно, я поняла, что не я полное ничтожество, а все-таки есть какие-то... Ну, не любили люди детей, так бывает. Вот, и ни у одной меня воспоминания, у моих одноклассников, все с ужасом вспоминают нашу школу кошмарную. Вот, а... Это школа номер 18? Да. Пиар-школа номер 18, все не ходите туда. Мостовская школа номер 18. Надо сказать, в начале, в начальных классах у нас была совершенно потрясающая Фаин Пауна, учитель первых классов, да, и была Татьяна Тимофеевна, учитель французского, которая и дала мне французский язык. Спасибо ей, я сейчас могу разговаривать. Вы прям франкофон, да? Благодаря... Я франкофон, да. И за это спасибо этой школе. Остальное там было просто такое, но это не важно. И, значит, у меня было ощущение внутреннее, что я, ну, никто, ничто, извать меня никак, родители у меня гении, а я сама, и все время же, все же люди вокруг добрые, россияне-то у нас. Вот, и все, ну, всегда говорили, что на детях гениев природа отдыхает, а сын Кобзона всегда говорил, дети на... это не на детях гениев природа отдыхает, это дети гениев отдыхают на природе. Вот, и вот отдыхая на природе, я думала, что у меня ничего не получится никогда вообще, я не знала вообще, чем заниматься. И меня пригласили в кино, ну, так сложилось, в общем. Я даже не верила, что это со мной происходит. Я снялась в этом фильме. Ребро Адама. Да, моя бабушка сказала мне, что ты можешь быть актрисой, мне дали, я еще не была в этом уверена, мне дали приз за актерский дебют, я все равно была не уверена. Потом бабушка сказала, хватит ныть тут и говорить, я не могу, я не знаю. А в чем вы были не уверены? Вы считали, что вам дали приз как дочери Мироны Голубкиной? Нет, да нет, при чем здесь? Ну, а почему вы были? Приз не дают дочери никогда, знаете, как папа всегда говорил. Нет, папа говорил, что, ну, есть картина, как говорится, ну, посмотрите ее, ну, ладно, окей. И папа говорил, это рояль можно передать по наследству. Но когда ты выходишь на сцену, ты там один. И какие бы твои родители не были гениальны, ну, ты вы выходишь на сцену. И я со всей своей жизнью сейчас могу с уверенностью сказать, что спасибо моим родителям, что у нас дома были такие интересные люди. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова